все хотят сфотографироваться мы уже пару часов не можем поехать как приятно когда люди говорят если доедем кормить львов как вас и не встретили? соскучились? как вас и не встретили? соскучились? ну все где солнце, давайте сфотографируйте нас, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Давайте. Сейчас, подождите. Поперек, не только для инстаграма. Так, сюда я попала в кадр. Спасибо, спасибо. Так, называется Тиклайм. Калевам мясо взяли. Это туда колесо обозрения по мостам нужно идти, да? Вы знаете, Олег Алексеевич, у меня такое ощущение, что если бы даже вообще не было животных и в парке никого, а были только вы, то люди бы шли. На свою популярность я работал больше четверти века. В представительстве Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка Львов-Тайган, ну, я все делал открыто. И пресса, особенно в украинские времена, меня очень любила. Она была настоящая пресса. И события, которые случались в зоопарке, всегда освещались без мысли, что это там какая-то реклама, парку или личности Олега Зубкова. Просто это было событие приятное, хорошее, веселое. Снимались детские передачи, снимались передачи, больше 600 передачей, байбайки Черноморской радиотелекомпании. И мы с удовольствием с байбаком Сеней, значит, там вели эти передачи, соведущие. Вот, Олег Маркович Шульман, прекрасный режиссер, постановщик этих передач, он просто уникальный человек. Вот, и все это работало, и целые поколения деток выросли и думали, что байбак действительно говорит человеческим голосом. Новостные сюжеты всегда, всегда и сказки шли, и все. Времена поменялись, времена стали очень жестокие. Уже нет той прессы, нет, к сожалению, тех журналистов. Кто-то умер, кто-то уехал, кто-то просто прекратил журналистскую деятельность. Сегодня все как-то все коммерциализировано, и остались люди. Люди все помнят. Они помнят историю создания сказки, они помнят историю создания Тайгана. Да, это было непросто, и я такой человек, что из-за своей прямолинейности периодически на меня возбуждают уголовные дела. Даже во времена Украины было одно уголовное дело. Я о нем не так часто вспоминаю, что я захватил эту территорию, потому что забор военной базы, как казалось прокурорам и следователям, не был внесен в перечень объектов, которые я приобрел на этой базе. Однако все прекрасно знали, что это забор военной базы, известный здесь 70 лет стоящий. Слонихи наши стоят. И, собственно говоря, это была тоже коррупционная какая-то составляющая, его богательство. Денег, которых я не давал при выделении земли парку Львов-Тайган еще в украинские времена. И тогда я парк строил, надо сказать, скрывая сам парк, потому что это был очень рискованный проект. И первые пять лет я вообще сюда ни одна нога журналиста не ступала. И вот когда уже случилось уголовное дело, я об этом узнал от журналистов, я просто открыл двери парка для журналистов. Их приехало больше 70 тогда, помню, человек с камерами. Я говорю, ребята, вот смотрите, возбудили уголовное дело. Я хотел построить такой уникальный парк, но мне, к сожалению, этого не дают закончить. И тогда это только ускорило процессы выделения земли. Анатолий Владимирович Могилев, перед ним Джарты, Василий Джарты. Это уникальные руководители Крыма были, которые тогда эту проблему просто решили должным образом. И парк получил статус, землю тогда, несмотря на все. И все это было на грозах, собственно, крымчан. Все это происходило. Ну и потом годы вступления в Россию, это особые годы. И СМИ также очень много показывают и хорошего, и нехорошего о парке Тайган. Особенно, когда что-то случается, СМИ пытаются крымские все это демонизировать, показывать все в страшном свете. Ну и требования времени сегодня, что сегодня плохое, гораздо лучше востребовано и смотрится на каналах, чем что-либо хорошее, позитивное. Ну, к сожалению, такое время мы живем, поэтому у нас сегодня по телевизору очень много убийств, насилия, грабежей, расследований, потому что это востребовано почему-то. И идут на поводу у этого. Мы же на самом деле производим положительный контент. Это удивительное общение с животными, это удивительные животные, которые живут в моих парках. Это развитие постоянное. И поэтому мне приятно, вот сегодня здесь 98, не побоюсь этого слова сказать, если не 100% крымчане. Это Севастополь, это Керчь, это Саки. Я сегодня... Штормовое. Штормовое. У меня роль фотографироваться, потому что я не могу отказать, и вытаня за это. Как бы я не спешил куда-то там по своим делам и куда-то, но обидеть человека не сфотографироваться, это уже недопустимо для меня. Для людей это память, для людей это делают, так сказать, с большим желанием, охотой, благодарностью. Вот сегодня у некоторых женщин, там день рождения у кого-то. Вот. И для них это какой-то своеобразный даже подарок. Вот. Поэтому я рад, что крымчане любят мои парки, ценят тот труд, который я сделал и продолжаю делать на благо Крыма. Вот. Однозначно у меня много планов. Однозначно, если меня не сажать в тюрьму и не связывать руки, я могу сделать очень-очень многое. Вот. И больше бы мог сделать. И еще открыть уже за 8 лет российского Крыма, если бы не было препятствий, минимум 2-3 парка. И в Евпатории, и парк чудес, и парк тигров, львов, парк тигров, простите, и медведи, и в Севастополе уже были бы открыты, действовали и радовали бы те регионы. Потому что для этого у меня были все, абсолютно все уже условия. Это, ну, к сожалению, не срослось, когда политической не было воли. Ну вот. Сегодня, да, разрешили строить проект, но до сих пор выделение земли, к сожалению, еще на последней итоговой стадии. Но так вот мы никак не добьем эту землю. Вот что-то вот вроде глава помогает республике, но где-то вот какие-то бюрократические моменты еще не позволяют приступить к исполнению. Да и времена поменялись. Сегодня уже 10 раз нужно подумать, прежде чем начать строить какой-то объект. Очень большая неизвестность, очень большая неопределенность и очень большие экономические сегодня проблемы. Вот. Что там говорить сейчас? Ну, большие перебои с мясом, с поставками его просто нет. Бойни уходят. Вот. С материка завести практически невозможно. Не хватает для стройки, нет цемента, для мощения плитки, которую мы брали в Краснодарском крае. Машины не ходят с плиткой, вот. И большие грузы не ходят с мясом. Ну, это проблема, которую нужно решать. И сегодня как бы недоразвитие в эти времена большого. Сейчас нужно просто сохранить те коллекции, которые есть. Вот. Но мы это делаем. Спасибо всем. И за это вам огромное спасибо.